Всем привет и добро пожаловать на канал Эллин Стар! Сегодня я вам покажу, наверное, единственный работающий рецепт слайма и зубной пасты. Без клея, без тетрабората. Который получится! Но мне кажется, многие про него уже забыли. А многие и не знают еще. Поэтому я покажу этот рецепт для вас, мои любимые друзья, мои подписчики. Но перед началом хочу вас попросить подписаться сейчас на мой канал. И нажать на колокольчик. И если вы подпишетесь, вы очень сильно мне поможете. Я за это буду вам очень благодарна. Итак, для этого слайма нужна тарелочка, обязательно подходящая для микроволновки. Потому что мы будем ставить ее в микроволновку. Но, ребята, хочу вас предупредить. Если вы не умеете хорошо пользоваться микроволновкой, или вам не разрешают родители, не делайте этого, я вас очень прошу. Посуда должна быть подходящая. И надо обязательно уметь пользоваться микроволновкой. Так что, если вы не умеете, просто смотрите. Не повторяйте. Берем зубную пасту и выдавливаем ее. Зубная паста может быть любая. Вот так достаточно. А теперь ее надо поджарить в микроволновке где-то 30 секунд. Потом достанем и посмотрим. Если еще жидкая паста, ставим еще на 30 секунд. Но предупреждаю, зубная паста будет очень горячей. Каждый раз, когда мы достаем ее из микроволновки. Поэтому надо подождать, пока она остудится. Главное в этом рецепте слайма из зубной пасты, без клея и тетрапората, не пережарить зубную пасту. Поэтому я отдаю маме поставить ее в микроволновку на 30 секунд. Скоро вернусь к вам. Прошло, ребята, 30 секунд и зубная паста выглядит вот так. Перемешиваем. И видим, что она жидкая еще. И горяченькая. Так что ставим ее еще на 30 секунд. Без ложки. Прошло еще 30 секунд. И сейчас наш слайм еще не совсем слайм. Но понемножку эффект уже видно. Ставим еще на 30 секунд. И что мы сейчас видим? Видно, что паста изменилась. Слаймик из зубной пасты еще не полностью загустел. Поэтому отправляем его в микроволновку еще раз пожариться. Теперь мы поставили на 1 минуту 15 секунд. И вот что у нас получилось. Кажется, уже хватит его жарить. Слайм загустел. Вот. Он еще слишком горячий. Мы подождем, чтобы он остудился. А тем временем можно смазать руки маслом для тела или подсолнечным маслом. Вот он уже остыл. И теперь будем собирать наш слаймик. Мне уже так не терпится. Он сейчас на ощупь тверденький. Теперь разомнем. Ребята, я его очень долго разминала. И вы видите, что он неплохо тянется. Но еще раз повторяю, он может быть горячим. Так что будьте очень осторожны. В этом деле главное терпение и осторожность. Смотрите, к рукам он не липнет. Учитывая, что ингредиенты для этого рецепта есть у всех. Зубная паста и подсолнечное масло. Получается вот такой слайм или жвачка для рук. На ощупь очень прикольный. Рецепт простой. Ингредиенты есть у всех. По-моему, это, наверное, единственный рецепт. С лайма и зубной пастой. Без клея и тетрабората. Если вы еще не подписались, скорее подпишитесь. Я вас люблю и обнимаю. Всем пока!